добрый день друзья хвост пожалуй самый неоднозначный орган строения животных он есть почти у каждого животного длинные и короткие красивые и страшные виляющие и крутящиеся как пропеллеры а задумывались ли вы зачем животным хвост почему они бывают такие разные и какой функционал несут оказывается хвост выполняет очень важную функцию в жизни многих из них но прежде чем я буду об этом рассказывать напомню что вы можете подписаться на наш канал и включить колокольчик чтобы не пропустить все самое интересное приятного всем просмотра животные которым приходится зимой круглосуточно находиться на морозном воздухе используют хвост как покрывало и даже засыпать на снегу для песцов лисицы не проблема если они укрыты хвостом домашние животные тоже обогреваются с его помощью свернувшись калачиком и уткнувшись носом в хвост они согреваются благодаря тому что в легкие попадает уже теплый воздух большинство видов водяных скорпионов обитают в стоячих или слабо проточных водоемах обладая ограниченными способностями к плаванию насекомые длительное время проводят в засаде на водных растениях около поверхности воды с выставленным наружу хвостом дыхательной трубкой которая устроена по образу трубки у водолаза а у тритона хвост на все руки он и руль и весло и для дыхания хвост у него работает как жабры из-за обилия в нем кровеносных сосудов чем больше у тритона хвост тем он дольше может под водой просидеть крупным копытным всегда досаждают всевозможные кровососущие насекомые и только благодаря длинному и быстрому хвосту коровы и лошади спасаются от назойливых мух комаров и оводов гремучая змея хвостом по гремушкой предупреждает о своем приближении врагов за 30 метров а ящерица шипохвост обитающая в пустыне египта защищается и отбивается усеянным иголками хвостом от врагов намного крупнее себя еще хвост ящериц может отпадать в случае крайней опасности и она может скрыться от своего врага тем самым спасти себе жизнь лиса своим пушистым хвостом заметает собственные следы на снегу чтобы собаки не могли отыскать ее некоторые животные используют хвост для общения самый наглядный пример собаки все знают если собака виляет хвостом это означает ее расположенность к вам таким же образом собаки общаются между собой то же самое происходит и с кошками при встрече с нежелательным противником кошка распушает хвост чтобы выглядеть еще более грозно у животных и птиц хвост служит опорой для удержания баланса он помогает удерживать хищным птицам равновесие и увеличивает грузоподъемность например орлам когда они несут добычу в лапах а также выполняет функцию руля и увеличивает маневренность при посадке хвост служит птицам природным тормозом если понаблюдать например за голубями можно увидеть как они садясь на землю распушают хвост веером немного подгибая его под себя длинный хвост у тушканчиков также служит балансиром при прыжках особенно при резких поворотах на большой скорость именно хвост позволяет кошки балансировать и довольно спокойно ходить по заборам и ветвям деревьев залезать на любые предметы для водоплавающих жителей хвост служит поистине волшебным средством передвижения позволяющим держаться на плаву и передвигаться по воде с немалой скоростью самыми большими хвостами обладают киты хвост у рака чем-то напоминает мотор катера в спокойном состоянии рак передвигается медленно но при опасности у рака включается хвост он начинает быстро подгребать воду что позволяет ему в разы быстрее добраться до укрытия когда дятел увлечен охотой и долбит кору дерева то он опирается на хвост и создается впечатление что птичка сидит на табуретке австралийский кенгуру также используют хвост чтобы передохнуть и осмотреть окрестности опираясь на хвост и сидя на задних лапах эти сумчатые даже могут питаться таким же образом пользуются своим хвостом и ящер панголин такими хвостами обладают белки и бурундуки именно благодаря своему хвосту белка может играючи перепрыгнуть с дерева на дерево и спастись от нелетающего хищника а бурундук спрыгнуть на землю с самой верхушки кедра для многих животных лазающих по деревьям хвост служит пятой конечностью он обладает такой же цепкостью и пластичностью как лапы поэтому многие обитатели тропических лесов например обезьяны сумчатые даже некоторые мыши активно используют хвост в качестве дополнительной лапы обезьяна к примеру может спокойно висеть на хвосте добывая между тем себе еду передними лапами у крокодилов хвост настолько мощный что размахивая им со всей силы может убить даже человека или крупное животное комодский варан когда охотится использует свой хвост для убийства крупных порнокопытных или кабанов сначала он ломает ударом этого органа им кости и сухожилия а уже потом в дело вступают в челюсти и наконец это просто красиво здесь нельзя не упомянуть и павлина со своим чудом природы великолепным хвостом который переливаясь всевозможными цветами привлекает внимание сам самка обязательно выберет себе в пару павлина с самым большим и красивым хвостом у петуха хвост также очень красивый и его можно считать своеобразным паспортом одинаковых в природе не существует вообще самые красивые хвосты благодаря разноцветному оперению в природе встречаются у многих птиц в основном самцов как отличительный знак для привлечения самок теперь зная насколько полезен бывает хвост мы можем только позавидовать тему кого он имеется друзья пишите в комментариях как вы думаете для каких целей еще нужны хвосты животным если ролик вам понравился то самое время подтвердить это лайком и подпиской нажмите также на колокольчик чтобы не пропустить новые видео и поделитесь ссылкой со своими друзьями продолжайте смотреть самые удивительные и необычные топы и факты на канале необыкновенная вселенная всем здоровья и до новых встреч